Нинель Нуар Легенды Айкумены Книга третья. Профессия разлучница Пролог Дженнифер откинулась на спинку неудобного кресла, всем телом демонстрируя мягкость и комфорт, и плавно, грациозно переложила ноги, снова чинно скрестив их в лодыжках. Мимолетно мелькнувшее кружевное белье произвело нужное впечатление. Хмырь в погонах забыл, о чем спросил, и пару секунд осоловело моргал, притворяясь, что изучает что-то на визуальном коммуникаторе. Прием был отработан до миллиметров перед многочисленными камерами, так чтобы ненароком не засветить кое-что жизненно важное, из-за чего всему фильму могут влепить не ту категорию. Позволив себе легкую доброжелательную улыбку, вместо напрашивавшегося злобного оскава Джен светски осведомилась. «Все это весьма занимательно, господа. Но, может, я уже пойду? Ваши шпионские игры мне совершенно не интересны. Если желаете, могу дать подписку о неразглашении. Да и в любом случае, кто мне поверит? Я же блондинка». «Что вы, мисс Эйвилл?» — пришел в себя, наконец, полковник. «Вы в наших играх как раз самое незаменимое звено. Вас нам сама судьба послала». Дженнифер позволила себе скептически вздернуть бровь, но промолчала и приготовилась внимать. «Спорить в открытую со спецслужбами дурочек нет. Она, конечно, блондинка, но не на всю же голову». Глава первая. Обычно Маркус Цорн свою работу любил. Обычно, но не сегодня. Детективное агентство, которое он открыл, едва перебравшись на Вернюю, обещало непыльный и в то же время стабильный доход. Обращались к нему в основном обманутые жены или же хитрые дамочки с особым пунктом в брачном контракте, желавшие срочно обмануться и получить при разводе за то компенсацию. Задачей Маркуса было найти доказательство измены супруга, что чаще всего труда не составляло. Бизнесмены, прилетавшие на Веренью-Йорк, чувствовали себя свободно и непринужденно. А уж не воспользоваться прославленной местной системой эскорт-сервиса и вовсе было бы почти неприлично. Но с биллионером Зеки Ритофером все вышло не так, как всегда. Начать с того, что поселился он не в простых апартаментах, замок которым Маркус вскрыл бы левой пяткой не глядя, а в люксе на 306-м этаже одного из самых престижных, дорогих и надежно охраняемых отелей планеты – Хиллари Плаза. Дальше ресепшеном можно было пройти только с ключом от номера. Разумеется, Маркуса это не остановило, разве что добавило еще одну статью расходов в отчет заказчицы. Люкс он, понятное дело, заказывать не стал, ограничившись достаточно скромным одноместным блоком, чье главное достоинство было в расположении. Тот находился прямо под люксом. Разница в дюжину этажей бывшего военного не смущала. На такой случай в потайном отсеке его чемодана, надежно замаскированном от практически любого сканирования, прятался целый арсенал. Применять его, однако, было еще рано. Объект засел в номере, как назло, и не выходил оттуда уже вторые сутки. И вот это было странно. Как правило, на Веренью прилетали как раз за контактами. Даже вечеринки, одна из которых сейчас бушевала на крыше отеля, организовывались с определенной целью – перезнакомить как можно больше нужных людей. Ну и прикрыть нелегальные и полулегальные сделки заодно. Снова проверив жучок, который он чудом не иначе подсадил этим утром на дверь Тофера и убедившись, что комнат объект еще не покидал, Маркус потер слегка небритую щеку и задумался. Делать ему было решительно нечего до тех пор, пока номер не освободится, а потому ничего дурного не случится, если он немного развеется. Музыка на крыше, от которой все здание слегка вибрировало, манила его, как дудочка дрессировщика синубийских грызунов. Пить он не собирался. При его планах на эту ночь вливать в себя алкоголь было бы чистым самоубийством. Но вот пощупать хорошеньких официанток, щедро строящих глазки постояльцам, почему бы и нет? Настроив наручный ком на принятие сигнала от жучка, Маркус решительно покинул собственный номер и направился к лифту. Карта, выданная ему на ресепшене, позволяла выходить только на определенных этажах. В список входили первые десять уровней с конференц-залами с по-комплексами и прочими удобствами, 290-й, где располагался его временный блок, и, само собой, крыша. Бар с видом на утопающую в тумане столицу Веренью Твинплейн пользовался на планете бешеной популярностью. Отель был одним из самых высоких зданий, и холоснимки с крыши получались с ног сшибательные. Лично Маркусу частокол небоскребов на фоне огромного молочно-белого спутника напоминал обглоданные ребра неведомого чудовища. Он передернулся, отворачиваясь от защищенного энергетическим щитом парапета и обращая внимание на куда более привлекательное зрелище, стайку шушукающихся о чем-то девиц из эскорта. Вести свою семью на Веренью считалось признаком дурного тона. В самом деле, дорогими шоппинг-зонами и развлекательными детскими площадками планета похвастать не могла. Зато в плане налогов на сделки – настоящий рай для предпринимателя. Потому и развлечения на ней процветали, рассчитанные на одиноких мужчин. Бары, рестораны, пара-тройка казино и, конечно же, специалистки на любой вкус. Пользоваться их услугами Маркус не собирался, хотя чисто эстетически экстерьер оценил и восхищенно прицопнул языком. Девицы дружно покосились на него, мгновенно произвели подсчет стоимости его одежды и столь синхронно-брезгливо отвернулись. «Не больно-то и хотелось», – пробубнил себе поднос Цорн. «Зарабатывал он в агентстве прилично. Но с профессионалками и профессионалами личного сопровождения не сравнить. Подаясь он в эскорт, жизнь стала бы куда легче и роскошнее. Однако матерого вояку, пробраздившего не один поток, зачастую безо всяких гарантий возвращения, от подобной перспективы коробило и плющило. Бабочки-однодневки порхали красиво, жили шикарно, но недолго. Работка поопаснее косморазведчиков, а уж ему-то было с чем сравнить. Девица, а иногда и парни, нанимали опасающиеся за свою жизнь бизнесмены. В их задачу входило пробовать всю еду и напитки, подносимые клиенту, проверять маршруты на безопасность, а в случае крайней неудачи принять за него смертельный удар. Интимные услуги в прайс тоже входили, но далеко не всем требовались. Нет уж, пусть этим развлекаются те, кому терять нечего. Скажи, кто лет десять назад, что прошедший битвы, взрывы и канализацию Кейтена с ядовитыми гусеницами толщиной в его бедро Маркус Цорн будет заниматься поиском, а то и подлогом доказательств измен ветреных супругов? Он бы рассмеялся наглецу в лицо. Тем не менее, вот он, с бокалом безалкогольного коктейля, успешно маскирующегося под убойное пойло «Сизый рассвет», ждет сигнала жучка, чтобы приступить к своим непосредственным обязанностям. Чего только не сделаешь, лишь бы от тебя отвязались спецслужбы. На крыше оказалось неожиданно скучно. Помимо музыки и крепких телом профессионалок, поджидавших неопытных бизнесменов в засаде у барной стойки, часы бездействия скрашивал только вид за панорамным окном, да и тот через некоторое время приелся. Так что завибрировавший на запястье ком Цорн воспринял как подарок свыше. Наконец-то можно заняться делом. Клиент покинул номер, и если повезет, быстро в него не вернется. Маркус встрепенулся, расплатился по счету и неторопливо, стараясь никого не зацепить, двинулся к выходу из бара. У самых дверей он чуть не наткнулся на объект. Высокий, плотно сложенный шатен, в искусственной линии волос которого виднелась работа профессиональных косметологов, издалека Белозуба улыбался по чуявшим клиента цыпочкам. Можно было просто остаться и сделать пару-тройку компрометирующих снимков, но заказчицу интересовало несколько другое. Цорн чуть повернул голову, делая вид, что любуется голографическими рыбками в стене, дождался, пока Тофер дойдет до бара, и только тогда скользнул в манящий распахнутый лифт. Когда створки плотно закрылись и цифры на табло замелькали в обратном порядке, Маркус бросил беглый взгляд на запястье, проверяя показания датчиков. Новый маячок, только что незаметно прицепленный им на одежду клиента, прочно обосновался в районе бара. Да, девочки уже извелись от безделия. И так просто Тофера из цепких лапок не выпустят. В другом отеле Цорн бы просто стянул карту из кармана постояльца и действовал дальше спокойно и с комфортом. Увы, система защиты в Хиллари Плаза была многоступенчатой как раз на такой случай, и карта срабатывала только в комплекте с отпечатком пальца жильца. Идея отрезать Тоферу палец мелькнула на периферии сознания и была безжалостно задавлена. Мирное время, пустяковый заказ, никаких травм. Прорабатывая про себя нехитрый аутотренинг, Маркус быстрым шагом добрался до своего номера, скинул пиджак и принялся облачаться в то, что достал из секретного отделения чемодана. Переодеваться полностью не стал, мало ли придется уходить по коридору через дверь, притворяясь приличным человеком. Плашки вибромагнитов легли в ладони привычные увесисто, сливаясь с тоном кожи. Насадки на обувь потемнели, принимая вид ребристой подошвы. Не слишком уместно на остроносых формальных ботинках, но лучше так, чем в открытую щеголять полулегальными разработками спецслужб, пусть даже и семилетней давности. Сунув в карман карту от собственного номера, Сорн на секунду замер, мысленно проверяя, все ли на месте и ничего ли он не забыл застегнуть. Все-таки более пяти лет оседлых жизни на Веренью заставили его порядком подрастерять сноровку. Когда он в последний раз вообще надевал все это. На всякий случай, проверив активацию вибромагнитов, Маркус забрался на бортик ванны и примерился к окну. Единственная рама во всем номере, которую у него были шансы открыть. Защита стекла разблокировалась только в двух случаях. По общей команде с пульта управления системой безопасности отеля и при активации спецключа эвакуационных служб. Маркус воткнул штырь с причудливым узором перфорации в то место, где у нормальных окон бывает ручка, дважды провернул против часовой стрелки и затаил дыхание. Его приятель из противопожарной службы клялся и пожился, что универсальный ключ универсален на всех планетах. А что, если он ошибся? Или специально обманул? Без малейшего скрипа стеклопакет провернулся на незаметных петлях, впуская свежий аромат озона и чистящих средств. Силовое поле вокруг отеля не пропускало даже сильных порывов ветра, не говоря уже о птицах. Маркус оценил расстояние до защиты. Полметра. Размах руки от плеча взрослого человека. Стандартная система для высоток. Если кто-то все же умудрится выбраться из наглухо замурованного здания и попытается спрыгнуть вниз, неминуемо зацепит силовое поле, которое замедлит падение и подаст сигнал тревоги в Центр управления безопасностью. Передвигаться придется по-пластунски, прикинул Цорн. Знакомство с местными охранниками в его планы не входило. Не теряя больше ни секунды, он ввинтился в оконный проем, цепляясь по очереди вибромагнитами за металлические части конструкции, и спора полез вверх. Ванные комнаты одна за другой мелькали перед его лицом. Чаще пустые, хотя в двух стекла запотели и можно было различить движение. Маркус не всматривался, чужие номера его не интересовали. Вниз он тоже не смотрел. Зачем сбивать себе настрой и ритм движения? Любоваться пейзажем лучше защищенной крыши, а не гладкой стены, когда от падения тебя отделяет немного технологии и собственная ловкость. Вот и люкс 306 этажа. Универсальный ключ провернулся снова, и окно поддалось без звука, пропуская Цорна. Он мягко спрыгнул на гладкую, чуть выщербленную специально, чтобы не скользила, плитку нежно-бежевого цвета с золотыми искрами. Одно покрытие для ванной стоило больше, чем его суммарная зарплата за год. В лучшие, былые времена. Скривившись, Маркус прислушался к происходящему в номере. Музыку отсюда было слышно даже лучше, чем снаружи, хотя во время путешествия по стене его чуть не снесло особо громкими звуковыми волнами. Так себе у них изоляция. Фыркнул он про себя, бесшумно открывая дверь. Роскошная спальня превосходила ванну по всем статьям. По скромному мнению Цорна, номер выглядел даже слишком шикарно. Дизайнер решил, что золота много не бывает, как и натуральных материалов, так что все, что в комнате не сверкало, было отполировано или пушилось когда-то бегавшим мехом. У кровати, как ему и было обещано, лежал личный планшет Тофера. Одно но. Какая-то бойкая профессионалка успела к нему раньше Маркуса. Прямые светлые волосы, небрежно собранные в пучок на макушке, открывали тонкую гибкую шею. Вообще она была слишком хрупкой, костистой для наемницы, однако все положенные в выпуклости были вполне себе на месте. Взгляд Цорна совершенно непрофессионально зацепился за аппетитную пятую точку наглой девицы и завис намертво. Очень уж завлекательно та поводила бедрами в так доносившемуся с крыши глухому ритму ударных. Хорошо хоть не подпевала и вообще вела себя тише мыши. Даже он ее увидел раньше, чем услышал, а уж местные системы защиты тем более не распознали вторженцы. Пока Маркус раздумывал, как бы так скрутить и обезвредить, чтобы не получить люлей в ответ, девица подняла голову от планшета и увидела его. Нежно-розовый ротик округлился в немом О. Повезло еще, что не заорала. Дернулась, чуть не опрокинув планшет, и Маркус едва успел поймать его в невероятном прыжке через кровать. Любой резкий звук в номере в отсутствии постояльца, неминуемый автоматический вызов охраны. Им такие проблемы точно ни к чему. Девица попятилась, напяливая совершенно неудобные с виду ходули на каблуках, которые ранее держала в руках. Спереди на ее платье обнаружился совершенно непристойный вырез, который так и тянуло изучить повнимательнее. Немалым усилием Маркус заставил себя сосредоточиться на планшете в своих руках и чуть не чертахнулся вслух. Открытый файл на глазах покрывался криптограммой заковыристого вируса. Были бы они в его офисе, он и то вряд ли успел бы обезвредить заразу, а уж сейчас и подавно. Денежный заказ только что накрылся медным тазом. Нет информации, нет денег, так устроен мир. Сорн снова поднял взгляд на девицу, но мужского интереса в них уже не было. Ну, почти. Девица почуяла-таки, что пахнет жареным, беззвучно ойкнула и бросилась к выходу. Коммуникатор на запястье Маркуса дрогнул, извещая о перемещении объекта. Будто бы мало ему было всего прочего. Тофер прямо сейчас направлялся по коридору обратно в свой люкс. Разминуться на ровном пространстве им особо негде. Как пить дать наткнется на девицу.